Nothing real can be threatened, nothing unreal exists. Here lies the peace of God. То есть все, что реально, на самом деле, все, что важно, все, что реально, этому ничего не угрожает, не может быть уничтожено. Бояться можно за что-то нереальное, за что-то эфемерное только. В этой мысли и заложен покой Всевышнего. То есть, когда ты понимаешь это, о чем ты переживаешь, ты говоришь себе, если это настоящее, что-то важное, действительно, вечное, то этому ничего не угрожает. Мне это успокаивает. Дениар, здравствуйте. Здравствуйте. Как настроение? Отлично. Где мы находимся сейчас, куда идем? Мы находимся в Астане, в финансовом центре, бывшая территория Экспо. Моя любимая часть. Находимся непосредственно в Астана IT-университете. Часто тут бываете? Второй раз в жизни. Что вы делали час назад? Час назад? Час назад я был в душе, наверное, я думаю. В холодном душе. Утро начинается с холодного душе. Хай ю дюню тимж а наш не б? Артист сервой. Безделень где? Безделень где? Списник кибер. Друзья, концерт прохозбранный наш днём в ТМСБ? Нет, Даниар Алшин. Даниар Алшин пьет. Нет, он был пьет. Сейчас куда мы идем, друзья? Мы сейчас идем в концертный зал, где состоится концерт, называется «Посвящение кумирам». Но это не я. Мой другой. У меня цифровая афиша, она в инстаграме. Даниар Алшинов. Актер, инфлюенсер или стендап-комик? Точно не инфлюенсер, думаю, актер и, возможно, стендап-комик. Это мы узнаем сегодня уже в первом моем концерте, в большом концерте в Астане на 400 человек. Ну, я уже год занимаюсь этим. Зольный концерт готов. Осталось все-таки его отправить в тур, в который мы и отправляемся. Начинаем с сегодняшнего дня. Сегодня Астана, завтра Хараганда, Ускемен, Семей, Павлодар, Шимкент, Ахтав, Атарал, Ахтубе и так далее. Бишкек, Алматы. Бишкек, Алматы. Кокшетал, Кокшетал, Костанай. В общем, волнительно? Я думаю, конечно, очень волнительно. Ассемблей холл. Вот наш зал. А программа сколько по продолжительности? По продолжительности концерт идет от часа до часа пятнадцати. Плюс еще есть примерно 30-40 минут это разогрева. А кто будет у вас на разогреве? На разогреве у меня будет замечательный, великолепный казахстанский комик Шинглс Ермек. Мы будем смеяться. Мы будем смеяться. И мы сетем матери. В целом, это один из самых, наверное, опытных комиков в Казахстане, Шинглс Ермек. И он будет вести мой концерт, потому что... И все мои концерты в туре. А я вел его свадьбу, которая состоялась буквально две недели назад. Ну, друзья. Какой у вас любимый фильм, Доньяр? Любимый фильм? У меня их очень много, на самом деле. Любимый фильм детства, я могу сказать, который я вчера, кстати, пересматривал с супругой. Это «Властелин колец». Потому что я был фанатом этой трилогии. Фильм, после которого я решил стать актером, был ребенком, подростком. Это «Гладиатор». Последний фильм, который я смотрел в кино, и мне очень понравился, это «Дюна». Вторая часть. Ну, и первый тоже. Любимый казахстанский фильм? Хлажбек. Хлажбек. И не потому, что я из рота Жалбайло, и главный герой фильма, то леген, тоже из рота Жалбайло. Просто действительно, я считаю, это гениальное произведение. Если любимый фильм, где я играл, опять-таки, я скажу, что это «Черн-черн человек». Даже если бы я там не играл, я думаю, это был бы... Ну, в общем, гениальный режиссер Альхан Ержанов. Я думаю, он подобрал другого актера, и было бы все равно круто. Поэтому советую всем посмотреть, кто не смотрел. Реке, там я обновил на выход песню. То есть, я думаю, тот же исполнитель, на мат панк. Но у него есть трек, называется «Файна». Все, его здесь. Ну, ты понял сам уже, где там остановить надо. Все, пришли посмотреть, я влажался. Сейчас вообще опасно быть комиком в Казахстане. Одна из самых опасных профессий. Буквально вчера, я прочитал новую сегодня, ехал, что вчера, оказывается, одного комика, вот, посадили на 15 суток за шутку. Поэтому, конечно, это... Вообще, в принципе, сейчас люди обижаются на все. И вообще, очень много чувствительных тем, на которые опасно шутить. Поэтому это, так скажем, большая работа, чтобы найти шутку, которая никого не обижает, но при этом она должна оставаться смешной, острый, где-то социальный, а где-то искренний, лично про вас, про комика. Поэтому, то есть, это не так, чтобы придумать час шуток, на самом деле, легко. Просто шуток. Сидя с друзьями, там, можно пошутить о чем угодно. Но на сцене для зрителя сделать это максимально корректно, сделать это максимально актуально, искренне. И, желательно, без пошлости, без, там, нецензурной брани. Вот это уже, конечно, вызов. И это все должно быть цельно связано. Какой суперсилой вы хотели бы обладать? Суперсилой? Путешествовать, наверное, во времени. Хотя даже у Рика Санчеса это суперсилой нет. У меня стоит бокс Time Travel Stuff. Он никогда и не пользовался за все сезоны. А вот локацию IT University вы выбрали или это так получилось? Мы искали... Ну, так получилось, мы искали зал, который был бы по размеру, главное, оптимально. То есть, не сильно маленький, не там, не 200 человек, но и не 1000, потому что, если честно, было сомнение, смогу ли я собрать тысячу человек, там, зал или 800. Ну, как выяснилось, в принципе, в Астане оказывается, можно. То есть, следующий концерт будет 1000? Ну, следующий концерт, я надеюсь, будет побольше. Почему? Потому что, я надеюсь, после этого тура, я думаю, что все будет хорошо, меня не поставят на 15 суток, я запишу сольный концерт уже на видео и выложу его. И люди, когда посмотрят его, когда они скажут, а, вот так, оказывается, пришутишь, все, тогда на следующий концерт мы, конечно же, не придем. Либо и второй вариант, что они скажут, тогда мы идем. И можно будет уже после этого, когда люди будут знать, как я шучу, собирать больше аудитории. Ну, обычно так и происходит в карьере любого комика, поэтому... Вот этот момент важный. Третий момент по музыке будет уход. Тоже надо его дать вот именно в момент, когда, типа, без паузы вообще. То есть, я скажу последнюю фразу. Театр или кино? Театр или кино? Хм. Для меня лично... Вот смотрите, вот сейчас даже сам факт, что я нахожусь на сцене, это говорит о чем? О том, что у меня, как у артиста, есть все-таки желание и такой сценический голод. То есть, хочется выступать вживую, для живых людей, видеть реакцию в настоящем моменте. И, наверное, я свой недостаток театрального опыта и недостаток того, что я, допустим, не играю в театре, я компенсирую все-таки стендапом. Для меня это очень важная часть взаимодействия со зрителем. Но, если бы у меня поставили жесткий выбор, только в театре играть или только в кино, конечно, я выбрал бы кино. А кино или стендап? Кино или стендап? Ну, здесь уже сложно сравнить, потому что это абсолютно разные жанры. Скажем так, опять-таки, если бы мне поставили выбор, то я бы, наверное, выбрал кино. Но стендап для меня это возможность не перевоплощаться и быть собой. То есть, для чего люди приходят в кино? Допустим, посмотреть на то, как я перевоплотился и как я сыграл какого-то персонажа. Что мне нравится в стендапе, что люди приходят послушать, что я им могу рассказать. То есть, опять-таки, что я могу рассказать о том, как я перевоплощался, о том, как я играл какую-то роль, либо что происходило в моей жизни. Поэтому, наверное, вот в этом есть разница. И в каждой из этих вот, из этих жанров, в каждом есть свой кайф. Как быстро вы написали свой первый сольный стендап-концерт? С момента, как я активно начал выступать на открытых микрофонах, на проверках, наверное, прошло чуть-чуть больше года. Год и два месяца, наверное. Ну, у меня были просто большие паузы. То есть, вот за этот год и два месяца были периоды, когда я мог два-три месяца вообще не выступать, потому что у меня были съемки или еще что-то. Поэтому приходится совмещать, конечно. Но активно я, наверное, его готовил как минимум полгода. Это считается, на самом деле, не так долго. Но мне повезло, у меня много чего есть рассказать для первого сольника. То есть, я, по сути, копил материал всю жизнь. И в плане именно материалов. Потому что комики всегда гоняются, это как майнинг, знаете, гоняются за материалом. Что можно рассказать? Какие-то интересные истории из жизни? Какие-то смешные истории? Так, трагичные, да, где-то истории. И в этом плане, так как это мой первый сольник, у меня действительно накопилось много разных историй. Поэтому мне было чуть проще. Осталось только правильно их оформить, найти именно юмористическое зерно в этом и проверять. Очень много проверять. Потому что, когда ты пишешь шутку, тебе кажется, что это гениально. В тексте оно звучит классно. Ты выходишь, говоришь людям, понимаешь, что это вообще нуля реакция. А бывает, ты на сцене что-то просто так сказал, а люди очень сильно посмеялись. А ты потом пересматриваешь видео либо аудио, прислушиваешь, и понимаешь, а, вот, действительно, оказывается, оно звучит как шутка, если учесть, что там туда-сюда. И, допустим, у меня был момент, когда я вышел на сцену и сказал... Я всегда говорил, плохо быть казахстанским актером. Я говорил, плохо быть казахстанским актером. Я объясню вам, почему плохо. Плохая популярность. Я объясню, почему. И один раз на сольном концерте я вышел и сказал... В Далмате я проверял свой концерт и сказал, ужасно. Я сказал, не, может, плохо, я сказал, ужасно. Я поменял слово. Ужасно быть казахстанским актером. Ужасно и популярно. И в этот момент все начали смеяться. Я не ожидал, потому что об этом месте никто никогда не смеялся. И я потом понял, что эта фраза звучит как шутка, что как будто бы я заигрываю со всей популярностью. Я говорю, что ужасно, потому что это ужасно и популярно. И это сработало. Вот. Я так и оставил эту шутку. То есть многие вещи, на проверке выясняют, смешно, не смешно. Для этого и существует, собственно говоря, проверка. 90% шуток вообще не выживает после проверки. Ну, это как раз таки о популярности. Получить Оскар или 100 миллионов подписчиков в Инстаграм? 100 миллионов подписчиков в Инстаграм? Да нет, Оскар, наверное. Хотя, знаете, сейчас ценность Оскара намного уже, конечно, ниже стала. То есть раньше Оскар... Давайте по телевизору покажем, все смотрели его. Конечно. Сейчас я даже не помню, кто выиграл последний Оскар. То есть вы тоже, да, не следите Оскар? Слежу просто так вот, зайду почитать, кто что выиграл и так далее. У меня такого, что я смотрю каждый фильм, который был номинированный. Инстаграм. 100 миллионов подписчиков. Опять-таки и подписчики. Какие это подписчики? То есть, насколько... Ну, какая-то аудитория. И, понятное дело, что это не только Казахстан. У нас всего 20 миллионов. Не всего у нас уже 20 миллионов. Поэтому давайте выберем. Я выбираю все-таки, наверное, Оскар. Все-таки Оскар. Потому что это будет первый в Казахстане Оскар. И я думаю, что для нас это было бы прикольно, важно. Где-то даже. Астана или Алматы? Астана или Алматы? Ну, Астана это родной город. Я здесь родился, вырос. И даже, если судить по тому, как продаются билеты, вот в Астане у нас был вот сейчас самый большой концерт, который я давал на 400 человек, тут солдат. И мы поставили еще один концерт. И он тоже солдат почти. Алматы немножко такой, как сказать, город. Это город, где я, по сути, реализовался как артист. Там происходит вся тусовка, все какие-то творческие процессы. Там зарождается, там развивается. Поэтому в этом плане я очень рад, что мы здесь такой город, как Алматы, с его культурой, с субкультурой. Но Астана это все равно дом, это родной город. И каким бы это ни был с виду холодным городом, там где-то, кажется, пустым городом и так далее, но все равно хочется здесь что-то развивать, хочется сюда приезжать постоянно. Поэтому я бы сказал так, это два очень разных города, которые хорошо друг друга дополняют и они как бы и создают вот эту реальность быть казахстанцем и жить вот в этих абсолютно разных городах. Я сейчас я там прям последний вот эти вот за такт, за минуту, наверное, блок прочитаю вот на сцене и мы с тобой вот хотел бы, чтобы мы отрепетировали. Какой у вас распорядок дня? Распорядок дня сейчас он немножко поменялся, потому что я перешел на интервальное голодание 16 на 8. 16 часов не кушаю и окно 8 часов, где можно покушать. Соответственно, стараюсь ложиться пораньше. Встаю я примерно, ну как, не скажу, что я встаю рано, ну где-то в 10, 9-10 утра, если мне никуда не нужно. Стараюсь проснуться и сразу, сразу в ледяной душ очень сильно заряжает. Вот. Если есть возможность выйти, прогуляться, пробежаться, примерно через день я стараюсь это делать, потому что, ну, во-первых, прогулка с утра очень полезна, а во-вторых, высвобождается какая-то мысль всегда. Когда ты ходишь, первые там 20 минут ты о чем-то еще думаешь, а через примерно 20-30 минут мозг уже отключается и начинается генерировать какие-то креативные мысли и ни с того, не сего просто выходит какая-то идея, шутка, мысль, которую можно потом обернуть уже для сольника, для стендапа, либо просто попу, по другим сферам работы. К обеду я, у меня первый прием пищи в обед, иногда бывает в час, стараюсь максимально в общем оттянуть, и потом вот несколько часов я занимаюсь делами до вечера, к вечеру я принимаю там еще один прием пищи у меня, последний где-то в 8 вечера, вот, и после уже там тоже как придется, но стараюсь чуть-чуть посидеть и что-то поработать, записать, и обязательно иду на тренировку, поэтому у меня получается вечерние тренировки, поздние, ну где-то в 8-9, иногда даже в 10 вечера иду на тренировку, вот, после тренировки обязательно пешком иду домой, потому что как можно часик когда ходишь пешком, как я уже говорил, это всегда очень полезно, все, потом ложусь спать. Обычно еще отдыхаете, досуг проводите? Ну, честно сказать, для меня самый, наверное, качественный отдых это поездка в Аул. Я вот недавно только вернулся оттуда, здесь вот, в Акмольской области находится мой родной Аул, я еду к своей Апашке, и там я чувствую себя по-настоящему дома, по-настоящему в покое, в мире с собой, в безопасности, просто гуляю по лесу, гуляю по степи, катаюсь на лошади, на мотоцикле, просто молчу часами, иногда выполняю какие-то периодические задания от Апашки, проверить, сколько там цыплят и так далее, залезть на сеновал, проверить, нет ли там яиц, перекопать огород и так далее. для меня это самое качественное, но отдых просто не всегда получается это сделать. Еще я люблю, честно, я люблю, когда я работаю, то есть, как сказать, когда я пишу, то есть, я что-то пишу, либо заметки пишу, какие-то мысли, для меня это вот самое, наверное, такое кайфовое время, когда я чувствую, о, что-то пришло, я сажусь и начинаю записывать. Это может, не обязательно шутка, классно, если это шутка, если я готовлюсь там к чему-то, но если это просто мысль, или это просто какой-то небольшой, скажем, рассказ, который я там пишу о чем-то, если это идея для сценария, для меня это всегда вдохновляет, если что-то это написал, я нахожусь в таком приподнятом настроении, что я что-то написал, что-то создал. Еще мне нравится создавать видеоконтент, то есть, если я понимаю, что я придумал какое-то интересное смешное видео, которое я могу потом поделиться там в Инстаграме, какой-то оригинальной идеей, не хочу называть это вайнами, это скорее всего не вайны, но что-то смешное, я тоже как бы этому отдаюсь, могу там несколько часов провести за этим, потом сидеть, монтировать, подбирать музыку, и это мне приносит огромное удовольствие. Что вам нравится в вашей работе? В какой работе? Скорее больше актеров, или в целом? А ничего страшного, это свои... Может, спрошу про деятельность, что вам нравится в вашей деятельности? Что мне нравится в моей работе, в моей деятельности? Мне нравится результат, когда ты видишь, и ты знаешь, что это останется в цифре, и это можно будет показать потом своим детям, например. мне нравится то, что людям это приносит какую-то радость, когда на улице подходят люди и говорят, что мы посмотрели ваш фильм, и типа... Или периодически мы пересматриваем, смеемся, либо плачем. Но это правда дорогого стоит для меня. И мне нравится процесс. Процесс это вообще, наверное... Я даже не знаю, что мне больше нравится, процесс или результат. Одинаково, наверное. Потому что в каждом есть свои прелести. Процесс это вообще отдельное удовольствие, когда ты приходишь... Вот даже сейчас мы находимся здесь, общаемся с замечательными людьми, и мы что-то создаем, у нас такая общая энергия, энтузиазма, которая нас направляет, что мы что-то делаем. Съемочный процесс это тоже, это огромное удовольствие. Ты приходишь каждый день не на работу, а как будто бы ты с друзьями в поход поехал. Знаете, бывает такая детская радость. Группа людей все, как сказать, думают об одном, живут одним проектом. Да, этот проект может получиться отвратительным в итоге, такое тоже бывает, но сам процесс, он всегда приносит удовольствие, когда хорошая команда. Поэтому, да, вот так. А что не нравится? Что не нравится? Результат. Часто тоже бывает, не нравится результат, и это, в этом и есть риск нашей работы, что ты бывает, что-то делаешь, получается очень плохо. иногда нравится, кстати, результат. Что еще не нравится? Не нравится, наверное, не нравится, какие-то моменты есть, ну, не буду сейчас, я не буду сейчас душнить и говорить, что у нас в индустрии есть какие-то моменты, которые можно улучшить, там, не знаю, условия, там, для съемочной, для съемочной команды, условия, там, в целом, по прокату, и так далее, но я потому что считаю, что нужно просто делать, и оно будет развиваться, нужно создавать классный контент, и тогда будет расти аудитория, и все будет классно, но, если чисто так, риторически, что не нравится, наверное, не нравится зависимость от публики, то есть, все артисты, так или иначе, мы зависим от того, что о нас говорят, что о нас думают, нравится ли, ну, вот, когда ты что-то создал, и ты показываешь, вот так, и ты смотришь на человека, ждешь, типа, что он скажет, ну, как тебе, посмотри, скажи, нравится тебе, блин, надеюсь, что тебе понравилось, и самая, наверное, ужасная реакция, это, когда говорят, нормально, нормально, это, типа, самая ужасная реакция, потому что всегда хочется, чтобы он либо нравилось, либо хотя бы, чтобы человек сказал, знаешь, мне вот не понравилось, вот это, вот это, мне кажется, это слишком рискованно, или это слишком было грубо, там, или это было, но ты хотя бы получаешь какой-то резонанс, а когда безразличие, наверное, это самое такое но я так скажу с последнее время я мне кажется уже все больше привыкаю к готовлю себя безразличие потому что я знаю рано или поздно любой артист уходит в забвение и это нормально это жизненный путь любого артиста сценическая смерть так скажем когда-то нас всех забудут поэтому к этому тоже надо быть готова если бы вы не смогли заниматься тем чем занимаетесь сейчас то какую новую профессию вы бы выбрали но авиаконструктором точно нет я уже поработал мне не понравилось но у меня есть не знаю я очень люблю формулу-1 есть то есть можно выбрать любую до гонщик формула-1 это однозначно то чем я хотел бы заниматься мне часто даже снится что я сажусь в болид с кем бы еще я хотел быть наверное что-то полезное я не говорю что артист это бесполезная работа это очень полезная работа я считаю потому что культурой очень важно особенно в наше время но что-то такое чтобы я чувствую напрямую от меня зависит там что если я делал свою работу хорошо то то вот этого можно может спасти сейчас и жизнь такие моменты есть конечно но это уже больше такое долг там моральные ценности а вот просто от чего кайфовал бы наверное я уже сказал быть гонщиком формула-1 почему-то мне кажется вообще dream job и я всегда ну с детства наверное хотел быть футболистом мне кажется всех казахстанских детей футбол наверно самый популярный спорт там футбол бокс но хотелось быть именно футболистом потому что кажется что это такой кайф это уходишь на арену ты играешь и пусть я никто не бьет по лицу как в боксе только по ногам но при этом это круто какая у вас мечта есть долгосрочный краткосрочный краткосрочная мечта у меня чтобы мой второй сольный концерт был на казахском языке потому что говорить на казахском это одно вот шутить там уже сложнее нужно могу давать попробуем бриека бриека чек 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 манты у вас есть девиз девиз у меня есть у меня долгое время в шапке профиле в инстаграме стояла фраза так как это было nothing real can be threatened nothing unreal exists here lies the peace of god то есть все что реально на самом деле все что важно все что реально этому ничего не угрожает невозможно не может быть уничтожено бояться можно за что-то нереально за что-то эфемерное только